Троллейбусы три автомобиля столкнулись сегодня утром. В Кирове авария произошла на Октябрьском проспекте возле дома 47. Водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в «Газель», которая ехала впереди. Та, в свою очередь, столкнулась с «Фольксвагеном», который задел «Шевроле». В происшествии никто не пострадал. Тем временем таких, пусть и незначительных нарушений, по вине водителей общественного транспорта, регистрируется немало. С начала года произошло 17 ДТП. В итоге пострадало 20 человек. Обсудить проблемы пассажирских перевозок сегодня собрались сотрудники полиции, руководства и водительский состав автотранспортного предприятия. Подробности у Екатерины Зуваревой. За баранкой автобуса водитель Александр Рассохин больше 30 лет. Выезжая на маршрут, всегда старается быть внимательным, ведь он несет ответственность за всех пассажиров, что находятся в его салоне. Однако, признается мужчина, соблюдать безопасность на дороге не всегда получается. Причин тому множество. И плохие дороги, и пешеходы-нарушители, и водители легковушек, которые то и дело норовят подрезать. Подъезд к остановкам, сами видите, ямы, колдобины. Где-то что-то пассажир, может, не удержался, пожалуйста, тряхнул, а он может или стукнется в поручень, или вдруг упасть. Тем более пробки, сами видите, и график надо соблюдать. Получается накладка одно на другое. Однако, пассажиры уверены, причиной неприятных ситуаций в автобусе становятся сами водители. Не все они, по мнению кировчан, добросовестно выполняют свои обязанности. Ну, бывает всяко, конечно. И трясет, и дверь не вовремя закрывает. Но это тоже, может, торопится, может, еще что-то. Была такая ситуация, буквально два года назад, когда водитель даже не по своему маршруту ехал. И, как бы, девушка вообще из автобуса выпала. А я думаю, водитель будет виноват, потому что он же торопится, ему надо деньги зарабатывать. А мы оттуда выехать не можем без нарушения. Обсудить проблемы пассажирских перевозок сегодня собрались все ответственные за работу транспорта. Начальник городского ГИБДД города, директор одного из транспортных предприятий и сами водители. Встреча прошла оживленно. Собравшись, обсуждали наиболее проблемные перекрестки и улицы города, расписание маршрутов и таймеры на светофорах. Вопросы безопасности тоже коснулись. Полицейские посоветовали водителям быть аккуратнее на дорогах, а во избежание спорных ситуаций пользоваться видеорегистратором. Эти случаи было бы неплохо снимать на этот прибор. Потому что облегчает при разборе ДТП, облегчает при признании вины. У нас зачастую бывает так, что водитель говорит одно, вторая сторона говорит другое. И чтобы установить истину, мы начинаем опрашивать свидетелей, конечно, прочее. Очень конфликтные ситуации. Такая встреча в этом году прошла уже во второй раз. В перспективе говорить о проблемах водителей общественного транспорта планируют регулярно. Екатерина Зубарева, Александр Прызгалов и Даниил Кочкин. Бюро новостейдовича. Бюро новостейдовича.